Типа вот, это говорит Фитр, естество человека, что он знает, что Бог находится наверху. Ну да, правильно, это естество не мусульманина. Не мусульмане знают, что у него Бог там где-то находится. Мы когда дуа читаем, мы куда поднимаем свои руки? К небесам. Ну это не значит, что Всевышний там находится. Кто-то может сказать, Аллах Всевышний, Он выше всего и вся. Но выше это где? Там или там, или там. Разве мы можем сказать, что Аллах находится в определенном направлении? Нет. Мы не понимаем, он все-таки на арше или все-таки вместе с нами, рядом с нами. Сколько людей вокруг нас, рядом с каждым из них. Тогда, когда он будет на арше, если он находится вместе с нами, так где же Всевышний Аллах, азаву джелла? Спрашивающий говорит, у нас есть имам, который говорит, Аллах не сверху и не снизу, и Аллах везде. Разрешено ли нам молиться за таким имамом? Это заблудший нововведенец. Кто говорит, что Аллах не сверху и не снизу, тот кафир. Аллах вверху. Говорит Аллах, милостивый, утвердился над троном. И говорит, ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем утвердился над троном. И говорит Аллах, он возвышенный, великий, к нему восходит прекрасное слово, и к нему восходят ангелы и дух. Много аятов. И кто говорит, что Аллах не вверху, или что он везде, тот заблудший, заблуждающийся кафир, следует правителю требовать с него покаяния. И либо он кается, либо его убивают. Просим у Аллаха благополучия.